Здравствуйте! 18 марта, понедельник, в эфире Белсата, утренний выпуск программы «Вот так». Меня зовут Михаил Пронович. Электоральное мероприятие в России уже завершилось прямо сейчас. Российский ЦИК подсчитывает последние бюллетени. ОВД-Инфо публикует, обновляет число задержанных на акциях в России против Путина. Наша команда продолжает пристально следить за всеми событиями, как в России, так и за ее пределами. И в начале кортка о главном, что произошло, этой поствыборной ночью. Набрал 87%, поблагодарил оппозицию за акцию против себя и впервые публично произнес фамилию Навальный. Аж дважды. Но почему победа, которую уже вовсю празднует Путин, выглядит ничуть не убедительнее, чем горе-триумф Лукашенко в 20-м? У нас нет смертной казни, но по окончанию голосования Путин пригрозил российским добровольцам расправы. В Киеве тем временем российская оппозиция подписала меморандум о поддержке воинов, которые, цитата, ежедневно рискуют своими жизнями за свободную Россию. К риску стоит быть готовыми и сторонникам пока еще действующего президента России. В своей первой речи после голосования Путин объяснил, что значит слово «соратник». И как простые граждане и жители русских деревень иногда должны превращаться в воинов, чтобы подумать о родине. Владимир Путин выступил перед своими сторонниками в Москве еще до официального окончания псевдовыборов. Вечером 17 марта ЦИК обнародовал лишь предварительные результаты, а Путин в это время уже мчался в свой предвыборный штаб. Финала подсчета голосов он дожидаться не стал и сразу в роли победоносца поблагодарил россиян за поддержку. Также впервые за несколько лет Путин произнес имя Алексея Навального, крайне цинично. О чем говорил Путин во время подсчета голосов под рукоплескание пропагандистов вашему вниманию. Кто бы и никак как бы не хотел нас подавить, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. Грандиозные планы, которые задуманы, все безусловно будут решены. Призывы были прийти голосовать именно в полдень. За это похвалю. А некоторые портили бюллетень. Это плохо. Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Есть идея обменять господина Навального. Я сказал, я согласен. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Ну вот и все. Вы только что с блеском продлили свой мандат, а Зеленский нет. С кем будем договариваться о мире? Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом. Мы вынуждены будем в какой-то момент создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Спасибо. Вдова убитого политика Алексея Навального Юлия проголосовала вчера в Берлине. Она отстояла несколько часов. В избирательном бюллетене Юлия Навальная написала имя своего мужа. Путина в интервью журналистам она назвала убийцей и гангстером. У меня есть послание не для господина Путина. У меня есть послание для всех людей, которые просят меня сказать что-нибудь господину Путину. Пожалуйста, прекратите просить послания от меня или от кого-то для господина Путина. Никаких переговоров и ничего с господином Путиным быть не может, потому что он убийца, он гангстер, он человек, который привел мою страну к войне и ко всему остальному. Просто перестаньте спрашивать о посланиях господину Путину. Спасибо. А тем временем российский ЦИК заявляет про более чем 87% голосов у Владимира Путина. Но вот праздновать такое событие он не может. Нет времени, заявляет его пресс-секретарь Песков. Что касается остальных кандидатов, в сумме они набрали менее 12%. Николай Харитонов набрал менее 4,5% голосов, Владислав Дованков чуть более 3,8%, а Леонид Слуцкий 3,2% голосов. Нынешние псевдовыборы прошли в атмосфере репрессий. Люди выражали свой протест против правящего режима. На бюллетенях писали антивоенные и антипутинские лозунги имена Алексея и Юлии Навальных и призывали не сдаваться. Накануне после голосования в полдень многие поехали на Борисовское кладбище в Москве, на могилу Алексея Навального, чтобы возложить цветы. А некоторые люди пришли на кладбище с бюллетенями. Вот как проходили российские выборы не только в России, но и на участках голосования в других странах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Взрывы, поджоги и зеленка. На избирательных участках в России за три дня россияне выражали свой протест по-разному. В Перми и вовсе произошел взрыв на избирательном участке. Женщина подожгла петарду в туалете, из-за чего эвакуировали 50 человек. В сети выложили запись атмосферы возле участка для голосования в Перми. Там полиция, скорая, служба какая-то. Ну, на красном не пожарка уехала, пожарка раньше уехала. Люди вон стоят. Ну, там дети, скорее всего, с кружков. Светы везде погашим. Еще что-то. Он едет еще. Ну, где-то там, короче, едет. По данным местных властей, 64-летняя женщина получила серьезную травму руки и была госпитализирована. Но вот телеграм-канал БАЗа пишет, что руку женщине и вовсе оторвало. Кроме того, за последние дни в России на оккупированных территориях зафиксированы многочисленные случаи, когда россияне выливали зеленку, чернила и краску в урны для бюллетеней. Такие случаи были зафиксированы на участках в Москве, Симферополе, Волгоградской, Новосибирской и Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии. В Петербурге еще 15 марта арестовали Александру Карасеву, которая бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположен избирательный участок. По всей России прошла акция «Полдень против Путина». Ее участники одновременно собрались на избирательных участках, чтобы проголосовать против Владимира Путина. Идея акции принадлежит экс-депутату Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Максиму Резнику. Ее поддержали оппозиционные политики, в том числе и Алексей Навальный, незадолго до своей смерти. Как акция прошла на одном из участков в Москве, далее в нашем сюжете его герой не скрывает ни своего лица, ни имени. Закарьи 23 года. Это его первые выборы президента страны. Смеется, что родился при Путине, пошел в школу и уже закончил университет. Признается, что Россию без Путина не знает, но уверен, что она может быть другой. Закарья решил проголосовать в центре Москвы на Большой Ордынке. Пришел ровно в 12.00. Говорит, что важно было не просто тайно проголосовать, но и публично выразить свою позицию и посмотреть на своих единомышленников. И именно этот день, именно 12 часов, позволяет каждому из нас получить возможность на консолидацию своего мнения, посмотреть, что он не один, что мы не маргиналы, скажем так, и нас много в этом плане. На каждом избирательном участке всегда дежурила полиция. Но в этом году ее было очень много. Например, здесь у ворот стояли аж два автозака и несколько машин ДПС. За прохожими внимательно следили люди в форме и масках. В самом здании, кроме полиции, были дружинники. На входе тщательный досмотр. Буквально выворачивали карманы. Перед выборами прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях во время голосования. Самим же москвичам в субботу массово стали приходить вот такие сообщения. Привет. Несмотря на то, что ты поддерживаешь идеи экстремистской организации, мы рады, что ты будешь голосовать в Москве. Просим тебя не поддаваться на идеи людей, которые хотят тебя подставить и проголосовать спокойно, без очередей и провокаций. Чтобы отвлечь москвичей, мэрия Москвы устроила масштабные празднования Масленицы. По всему центру концерты и фестивали. Москвичей заманивали на площадке бесплатными блинами. Кормить начали ровно с началом акции «Полдень против Путина» в 12.00. Сами же горожане неохотно говорили о выборах. Все отлично, масленица прекрасная, блины вкусные. Блин с Цезарь, блин с Семли, блин с широкой масленицей с апельсином и шоколадные блины. Все вкусно, все прекрасно. А на выборы-то ходили? Конечно. Когда? Еще в пятницу. В общем, в пятницу. Так самый удобный день был. На выборы, конечно. Вчера ходили, проголосовали. За кого? Ясно за кого. Гуляем. Ну, на выборы-то ходили? Конечно. Когда? Тогда, вчера. На этом участке на Большой Ордынке в полдень образовалась очередь. Ожидание в ней было минут 15. Закария говорит, что члены комиссии были максимально доброжелательны, чего нельзя сказать о правоохранителях. При этом задержаний не было. Все смогли отдать свой голос. Людей много. Было интересно. Посмотрел. Я когда заходил, у меня парень очень тихо, прямо чуть ли не на уши сказал, говорит, молодцы, ребят. И ушел дальше. Не оборачиваясь. Я думал, блин, я какой-то крутой фильм. Полно силовиков и у Кремля. Красная площадь закрыта все выходные. По всему периметру ограждение. Завтра здесь должен пройти концерт «Россия. Десять лет в одной гавани». Это прооккупированный Крым. Скорее всего, отмечать победу на выборах Владимир Путин будет именно там. Татьяна Попова, Белсад. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина властолюбивым диктатором, поскольку он собирается получить еще один шестилетний срок, продлевая свое правление до 2030 года. В своем традиционном вечернем обращении к украинцам Зеленский отметил, что легитимности у российских псевдовыборов нет, а Путин должен сидеть не в Кремле, а в Гаге. Российский диктатор имитирует очередные выборы. Все в мире поняли, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. Нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого. Спасибо каждому государству, каждому лидеру, всем международным организациям, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего только одного – справедливости. Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гаге. Именно это мы должны обеспечить все в мире, кто ценит жизнь и порядочность. Сам же Путин тем временем начинает уже принимать поздравления от лидеров так называемых «дружественных» России стран. Его поздравили лидеры Северной Кореи, Боливии, Венесуэлы, Никарагуа, Кубы и Таджикистана. При этом ближайший соратник Путина Александр Лукашенко поздравительную телеграмму своему коллеге пока еще не отправлял. А вот реакция европейских дипломатов вообще совершенно иная. Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми. Их результаты никого не удивят. Правление Путина авторитарно. Он опирается на цензуру, репрессии и насилие. Выборы на оккупированных территориях Украины не имеют юридической силы и являются очередным нарушением международного права. Российским выборам не хватило ни честности, ни свободы выбора. Инсценировка процесса на оккупированных территориях Украины является грубым нарушением международного права и не может быть признана международным сообществом. Избирательные участки в России закрылись после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора для избирателей и отсутствия независимого мониторинга ОБСЕ. Это не то, как выглядят свободные и честные выборы. Французский президент Эммануэль Макрон ушел от ответа на вопрос украинских журналистов, признает ли он путинскую победу на президентских выборах. При этом лидер Франции заявил, что считает установившийся в России режим автократии. В интервью газете «Паризьон» Макрон подтвердил возможность направления военнослужащих в Украину. Однако Франция, по его словам, не намерена содействовать эскалации конфликта. Возможно, в какой-то момент, я не хочу этого, я не буду брать на себя инициативу, возникнет необходимость проведения наземных операций, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Франция вполне способна это предпринять. Нас нельзя запугать, перед нами невеликая держава. Россия – государство средней руки, пусть и с ядерным оружием, но ее ВВП намного ниже европейских, ниже, чем у Германии, у Франции. Об отсутствии красных линий у Франции он рассказывал и в эфире украинского национального телемарафона «Единые новости». Россия не может и не должна выиграть эту войну. Вот наша цель. И еще наша цель – это вернуть в Европу устойчивый мир. Для того, чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война. Но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. Также Эммануэль Макрон подтвердил, что Елисейский дворец намерен официально просить Кремль прекратить огонь на время летних Олимпийских игр в Париже. Перемирие во время Олимпиады – это обычаи, известные еще с античности. Правило принимающей страны – двигаться в ногу с Олимпийским движением. Это послание мира. Мы также будем следовать решению Олимпийского комитета. Российские добровольцы и представители оппозиции подписали в Киеве меморандум о поддержке тех самых российских добровольцев, которые воюют против путинского режима на стороне ВСУ. Тем временем в поселке Горьковский в Белгородской области вооруженные противники Путина, поддерживаемые Украиной, захватили здание администрации. Белсат верифицировал видео, опубликованное Легионом Свободы России. Похоже, захват здания действительно был. На этот момент неизвестно, кто контролирует Горьковский. Сибирский батальон также утверждает, что контролирует пограничное село Козинка. Как прошли выборы в зоне боевых действий на российской территории, расскажет мой коллега Ярослав Стешик. Власти Белгородской области отменили занятия в школах и колледжах, запретили работу торговых центров, но не закрыли избирательные участки. Только прерывали голосование на ракетную тревогу и во время прилетов. Утром в чате пришло оповещение военной тревоги. Муж был в ванной в этот момент. Я только хотела встать, услышала хлопок и звук разбивающихся окон. Ну, конечно, страшно. Сразу пошла к мужу в ванной и там просидели, пока это все не закончилось. В самом Белгороде в воскресенье взрывались снаряды. Также местные жители находили осколки от снарядов и ракет российских систем ПВО. В результате обстрелов возникали пожары. Есть погибшие и раненые. Там живут муж, жена и ребенок. Или восьмой, или девятый класс. По-моему, восьмой класс. И у них еще есть старший сын. Но старший сын, я так думаю, что уехал. Бои на территории России ведут три подразделения ВСУ, сформированные из россиян. Русский добровольческий корпус, Легион, Свобода России и Сибирский батальон. В последний день выборов они совместно обратились к Владимиру Путину с требованием не препятствовать эвакуации жителей Белгородской и Курской областей и лично выйти с ними на связь. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Твои выборы давно превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские снаряды. Вооруженные противники Путина называют выборы нелегитимными. Они заявили, что совместно с добровольцами Чеченской республики Ичкерия взяли под контроль поселок Горьковский в Белгородской области. Вооруженные люди с символикой Ичкерии видны на опубликованном фото. Они держат в руках табличку администрации Горьковского и топчут флаги Белгородской области и Российской Федерации. Фото и табличку легко подделать, но это видео нет. На съемках с дрона из земли видно, как вооруженные люди берут под контроль здание с официальными флагами, разворачивают флаг легиона «Свобода России» и снимают со стены табличку администрации. Белсат попробовал связаться с местными властями. Телефонная связь с Горьковским отсутствовала. Проверить, что на видео противников Путина именно поселок Горьковский в полутора километрах от украинской границы, может каждый. Достаточно зайти в гугл-карты, найти фото с земли, сделанное возле зданий Горьковской школы и администрации. Совпадают окна администрации и школы, захваченных противниками Путина, совпадает и форма крыши соседнего здания. Хотя Федеральное министерство обороны утверждало, что украинско-российская граница под Курском и Белгородом не нарушена. Нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области. РДК, Легион и Сибирский батальон уже заявляли о частичном контроле населенных пунктов пограничья. Сначала поселка Теткино Курской области, потом села Козинка в Белгородской области и теперь поселка Горьковского. Если в Теткино и Козинке подтвердилось только введение боевых действий, то даже временный захват администрации Горьковского можно считать подтвержденным. Ярослав Стешик, Белсад. Ну а мы продолжим обсуждать результаты так называемых выборов, которые прошли в России. Сергей Санович, научный сотрудник Гуверского института в Стэнфорде, присоединяется прямо сейчас к нам. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Вот мы уже видим первых лидеров государств, которые поздравили Владимира Путина с победой. Пока их совсем еще немного, но что интересно, вот нет до сих пор в этом списке белорусского диктатора Александра Лукашенко и также от Кубы его поздравил всего лишь министр иностранных дел. Как вам кажется, что это вообще все может значить и стоит ли ждать, что этот список серьезно увеличится? Ну, мне кажется, в случае Лукашенко он просто завидует. Мне кажется, на всех предыдущих выборах Лукашенко Путина обгонял. А такого результата, по-моему, Лукашенко еще ни разу не было. 87 или сколько там, 88 процентов он не набирал. Так что Путин, наконец, вырвался вперед. Говоря более серьезно, мне кажется, что тут надо разделить, так сказать, внешнюю и внутреннюю стороны. Что касается внешней поздравления, да, тут, ну, сравните с тем же Путиным, да. Когда он избирался в 2000 году, он набрал, по-моему, 53, что ли, процента голосов. Ну, это была страна с международно признанными границами. Эти выборы были признаны международным сообществом, были наблюдатели. И Путина поздравили тогда все, так сказать, руководители ведущих, в том числе, и западных стран, в том числе его коллеги по тогда большой восьмерке, членом которой он стал, победив на тех выборах. А сейчас, вот вы перечисляли, да, там Куба, Никарагуа, Таджикистан, значит, это совсем другие страны. И наблюдатели, в России были наблюдатели, но это, так сказать, они действительно ничего не делали, только наблюдали за триумфом Владимира Путина. Значит, а настоящие наблюдатели, вот, например, Григорий Мельканьянс, да, он уже сколько, наверное, больше полугода сидит в СИЗО. Да, вот, причем это человек, который еще несколько лет назад, он там обучал наблюдателей, был корпус наблюдателей, по-моему, общественной палаты Москвы. Да, вот, он выступал там, теперь он голосует в СИЗО-водник и предлагает, как поменять процедуру голосования в СИЗО. Вот, поэтому, конечно, никакого внешней легитимности эти выборы Владимиру Путина не принесут, особенно учитывая, что они в том числе проходили на территории, которая не является, не признана никакой страной частью Российской Федерации. Поправьте меня, по-моему, даже Беларусь не признала присоединение этих территорий, поэтому в смысле вот внешнего контура, ну, это, мне кажется, нельзя назвать успехом. Ну, Беларусь точно не признала никаких якобы присоединенных к России территорий, но даже Александр Лукашенко, я думаю, вы сейчас говорили о нем, даже он не признал их, и до сих пор все-таки юлит с признанием уже точным Крыма даже, который вроде как собирался уже признать, но до сих пор что-то его останавливает. Но давайте двинемся немножко дальше. Вот Путин объяснил в своей первой поствыборной речи своим же соратникам, что значит это слово, что оно образовано именно от слова «ратник» и что означает «ополчение», то есть людей, которые, горожан, либо жителей российских сел, деревень, которые иногда должны превратиться в воинов, чтобы подумать о своей родине. Как вам кажется, не слишком ли рано Путин начал делать вот такие достаточно прямые намеки на ополчение, на мобилизацию после объявления еще только предварительных результатов выборов? Я не уверен, что это намеки на мобилизацию, это, безусловно, часть его внутреннего месседжа, и в отличие от довольно слабого внешнего, этот внутренний месседж, мне кажется, довольно сильный. Это в каком-то смысле возвращение к истокам, когда Владимир Путин пришел к власти только в 2000 году. О чем тогда он говорил? Тогда он говорил о экономическом росте. Если вы помните, даже был такой лозунг «обогнать Португалию по ВВП на душу населения». Это забыли, это не получилось. Но вот сама идея экономического роста, она остается, и война. Тогда это была война в Чечне, теперь война против Украины. И вот этот внутренний месседж, мне кажется, тут мы имеем дело с довольно устойчивой диктатурой. Диктатурой, которая действительно начинает мобилизовывать внутренние ресурсы страны. Во многом это вынужденная мера, потому что даже помимо санкций, санкции главные были наложены на российский нефтегазовый сектор, но этот сектор и так был довольно неэффективен, потому что им руководят друзья и соратники Владимира Путина. И там крадут столько, что он давно перестал развиваться, и сейчас это, можно сказать, второстепенная уже часть российской экономики. А вместо этого опора идет на бизнес, средний и мелкий бизнес. И это довольно успешная политика пока. У него есть грамотные люди в правительстве, в Центральном банке, которые помогают этому развиваться. И развитие идет активное. И, так сказать, Владимир Путин, мне кажется, чувствует... Это было видно. Он чувствует себя очень уверенно. Но, конечно, есть обязательно второй элемент здесь. Это война и война с предателями внутри страны. Это вот такой месседж, чтобы никто не расслаблялся. Если что-то с экономическим ростом в какой-то регионе или в какой-то отрасли пойдет не так, не надо об этом слишком громко говорить, потому что постучат в белье. Значит, вот это вот две части экономические... А вот это вот картинка? Да-да. Вот эта картинка выборов, которую все-таки мы видели, и результаты, и то, что происходило все эти три дня как на территории самой России, так и на тех территориях, которые она вдруг решила считать своими. Она добавила все-таки уверенности Владимиру Путину, потому что мы видели действительно массовые случаи с вот этими вбросами зеленки в урны с бюллетеней. Мы видели поджоги. Мы, в общем, много чего видели на этих выборах в России, чего раньше даже, наверное, представить было сложно. Я не думаю, что это беспокоит Владимира Путина. Это явно не тот уровень... Мне кажется, Владимир Путин, он готов идти до конца. В этом смысле он берет пример с Лукашенко, но он не сталкивается с тем же уровнем сопротивления, с каким сталкивался Лукашенко, в силу целого ряда причин, начиная с того, что у него гораздо больше ресурсов, заканчивая тем, что Россия большая страна, и не окружена другими европейскими странами. Поэтому я думаю, что он чувствует себя вполне уверенно. Владимир Путин тут важно понимать. Он все-таки, опять же, как бы родом из 90-х. Он видел, что такое слабое государство. Это государство, которое имеет большие долги перед западными странами, где дефицитный бюджет, высокая инфляция. В общем, так сказать, слабая центральная власть. Сейчас в России это не так. Долгов почти нет. Дефицит есть, но пока с ним справляются. Инфляция тоже есть, но с ней пока тоже справляются. И центральная власть, как бы, в целом Россия превратилась в страну... Это бедная страна с богатым правительством. И Владимир Путин возглавляет это правительство. Он чувствует себя уверенно. Ну, ты в Киеве. Мы видели накануне подписание меморандума между теми добровольцами российскими, которые сражаются на стороне Украины против путинской армии и, соответственно, российской оппозиции. Как вам кажется, о чем нам это может говорить? Стоит ли думать, что теперь, после этих псевдовыборов, российская оппозиция станет радикальнее? Это, мне кажется, тут есть два разных вопроса. Один, и Владимир Путин прямо об этом сказал на пресс-конференции после выборов, что за всеми, кто воюет с Россией, будет вестись охота, да, так сказать, российские оппозиционеры уже получали много таких сигналов, отравления, нападения и так далее. Бывшие российские сотрудники спецслужб, которые работали на иностранные государства, тоже получали такие сигналы. Владимир Путин всем напоминает, что у него есть специальная служба, которая занимается ликвидацией людей или попытками это сделать. Он так сказал, что в России нет смертной казни, но на поле боя же можно убивать. В этом был мессендж. Мне кажется, что касается того, как будет вести вся российская оппозиция, мне кажется, я думаю, что мы видим сейчас в каком-то смысле такой апогей путинского режима. Вряд ли он, ну, посмотрим, но вряд ли он наберет когда-нибудь больше, чем 87%. И этот режим, поскольку у него запас прочности большой, за то время, пока он еще просуществует, безусловно, будет развиваться и радикальная оппозиция, и молодые люди в России сейчас уже идут на радикальные действия, о которых вы сказали, которые, безусловно, в лучшем случае для них закончатся долгими тюремными сроками. Такие акции уже проводились до этого. Будут оппозиционеры, которые на Западе, я думаю, по крайней мере, часть будет стараться, так сказать, вести деятельность в правовом поле, заниматься, так сказать, политикой, а не прямыми действиями. Какое будет взаимодействие между разными группами российской оппозиции, это сейчас сложно сказать. Даже вот оппозиция, которая, так сказать, действует правовыми методами, в ней все равно это же все-таки, это же не часть путинского режима. Там люди спорят между собой, там есть конкуренция. Да, это не так просто. Но надо сказать, что на этих выборах российская оппозиция, я бы не сказал, что она порадила себя как-то идеально, но учитывая трудные... Но все же объединиться удалось, как бы, и это факт. Во многом, наверное, благодаря фигуре Алексея Навального, и, к сожалению, во многом благодаря его смерти, которая сплотила все-таки российскую оппозицию в последнее время. Но будем, конечно, надеяться, что на этом все не закончится, и дальше российские оппозиционеры тоже смогут себя проявить как единый какой-то организм. Сергей, спасибо большое за то, что уделили нам так много времени, за то, что дали этот комментарий. Сергей Санович, научный сотрудник Губерского института в Стэнфорде, был с нами на связи. В последний день так называемых выборов больше 20 человек задержали только в Казани и Москве. Всего в России правозащитники проекта ОВД «Инфо» насчитали не менее 85 задержаний. Заметившего вбросы бюллетеней члена комиссии с правом решающего голоса Руслана Хубаева арестовали на 14 суток. Ему вменили мелкое хулиганство и распространение запрещенной символики. Многодетную мать Анастасию Кузнецова остановили на выходе из дома без причины и обвинили в мелком хулиганстве. Члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Вячеслава Голикова задержали за футболку с мелкой надписью «Навальный». В Братске после голосования задержали Александра Шахирева. Силовики утверждали, что мужчина, цитата, «не так голосовал». Его бюллетень увидели через прозрачную урну. Об этом УВД «Инфо» сообщила его жена. После выборов мужчина уехал с избирательного участка и отправился на работу. Туда приехала полиция. Шахирева положили лицом в землю и сбили и угрожали отрезать палец. Прямо сейчас к нам на связь выходит Дмитрий Анисимов. Это пресс-секретарь проекта УВД «Инфо». С ним мы продолжим обсуждать эту тему. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже сообщали более чем о 85 задержаниях. Сколько на данный момент увеличилось это число? Может быть, кого-то уже отпустили? Чья-то судьба прояснилась из тех хотя бы людей, которых мы только что истории кратко обозначили. Да, мы число это уточнили. Мы стараемся связаться со всеми задержанными по нескольку раз. Спрашиваем, что с ним происходит. Где они? И сейчас мы оцениваем количество задержаний именно за вчера в 81. И пока что нам неизвестны все последствия этих задержаний, потому что сегодня, в ближайшие дни, еще будут суды. И мы поймем, как много людей получат штрафы или административные аресты. Пока что это, к сожалению, непонятно. Вот из этих 81 человек большинство, 64, были отпущены из отделов уже либо без протокола вопси, либо с протоколами и, скорее всего, не получат штрафы. Опять же, на судах это узнаем. Как минимум, 4 человека оставалось на ночь в отделах полиции. И, видимо, они получат арестные статьи. Но, возможно, арестована и проведет какое-то время в спецприемниках больше людей. Пока ситуация такая. Вот появилась еще одна история о члене избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, которую не просто задержали, ее избили, тащили по полу. Это Олеся Васильченко. Сначала ей сказали, что она должна пройти с какими-то молодыми людьми, а после того, как она отказалась, ее начали избивать. Может, расскажете подробнее об этой истории? Потому что не совсем вообще понятно, за что могли вдруг какие-то люди избивать эту девушку. Да, это один из таких жестких случаев, которых довольно много вчера было. Нам известно, что она является членом участковой избирательной комиссии, и во время подсчета голосов в эту избирательную комиссию приехали представители вышестоящей, территориальной или районной избирательной комиссии. Это нормальная практика, это в целом законно, и такое бывает. Но дальше они стали уговаривать Олесю Васильченко куда-то с ними для разговора пройти. Она отказалась, видимо, они хотели, чтобы она не присутствовала на подсчете голосов. И после ее отказа они схватили ее за руки, бросили на пол, били, тащили по коридору. Она была вынуждена без одежды выбежать на улицу. В итоге ей вызвали скорую помощь и увезли в больницу, где ей сейчас оказывают помощь. И мы знаем, что это не единственный случай такого нарушения прав на этом участке. Дело в том, что до этого перед тем, как избили Олесю Васильченко, оттуда удалили журналистку Элину Козич. Она туда приехала, как раз узнав о давлении на Васильченко и фиксировала там разные нарушения, в том числе отказ комиссии предоставить Олесе Васильченко копию итогового протокола голосования. Это абсолютно незаконно. Любой член комиссии имеет по требованию эту копию получить. И также сотрудники пытались отобрать у журналистки телефон, пытались остановить запись, ну и в итоге насильно вывели ее с участка, несмотря на то, что у нее есть аккредитация ЦИК. Спасибо большое Дмитрий за этот комментарий. Будем продолжать следить за судьбами тех людей, которых накануне или за последние три дня задержала российская полиция. Дмитрий Анисимов, пресс-секретарь ОВД-Инфо, был на связи со студией. Вот так. Крестились, пели и фотографировались представители з-сцены, показательно ринулись на избирательные участки. За кого они голосовали, не говорили, но это и не было интригой. Одни всю избирательную кампанию были заядлыми путинистами, другие искупали грехи перед Кремлем за участие в так называемой голой вечеринке. Как проходило звездное голосование в России, Алина Шевченко расскажет. Российские селебрити, поддерживающие путинские скрепы, потянулись на выборы, как только началось трехдневное голосование. В первых рядах на избирательный участок в дорогих нарядах явился Филипп Киркоров. Да не один, а вместе с отцом 91-летний Бедрос Филиппович старался держаться бодро. Я ни минуты не сомневался. Я говорю, папа, поюшь голосовать? Конечно пойду. Конечно пойду. Я же Киркоров старший. Я же должен подать пример младшему. Я говорю, ну что ж, папа, пойдем, дорогой. Киркоров резко переменился, точнее, переоделся после участия в нашумевшей голой или почти голой вечеринке. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Вообще тема дверей в последнее время очень популярна у представителей российского шоу-бизнеса. Организатор знаменитой вечеринки, блогер и телеведущая Настя Ивлеева, которая тоже побежала голосовать в первых рядах, свой пост так и подписала. Та самая дверь. На избирательный участок Ивлеева пришла в очень скромном наряде, снова надев водолазку. В таком образе она записывала серию покаянных видео. После этого в народе ее так и прозвали Извинеева. А я приехал голосовать над крепительным. Также во всем черном, считай, траурном облачении на избирательный участок заявился еще один участник полуголой вечеринки. Вы будете голосовать через терминал или на бумажную тюрьму. Так вы будете знать, более историки. Дима Билан предпочел исполнить гражданский долг по старинке, поставив галочку в бумажном бюллетене. Ксения Собчак, тоже замеченная на вечеринке Ивлеевой, на избирательный участок не ходила. Проголосовала онлайн. Подтверждающий скрин блогер опубликовала в своем телеграм-канале Кровавая барыня. И в свойственной ей манере призвала исполнить гражданский долг подругу по публичным извинениям Лолиту. Та, в свою очередь, сразу отчиталась. Продюсер Яна Рудковская наоборот, голосовать онлайн не стала, а для пущей убедительности привела на избирательный участок все семейство. С патриотичной символикой на груди и надрывом в голосе она произнесла пафосную речь. Никто не придет и не поможет, кроме нас самих. Поэтому самое главное встать и прийти на выборы нашего президента. Российский певец Шаман тоже подготовился на выборы. Он пришел в куртке с буквой «З» и в майке с надписью «Я русский». Перед тем, как опустить бюллетень в урну, Шаман трижды перекрестился. Готовы? Крестился на избирательном участке и главный бесогон России режиссер Никита Михалков. Голосовать он приехал в захваченный Крым. Да, вниз лицо. Опускаем. Спасибо. Вы проголосовали. Ваш голос примет. А ЖКУ? А это мы сказали 17-го. Изменившийся Стас Михайлов не только проголосовал в первый день, но и спел на избирательном участке. Для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя зубочные поляны, для тебя. А актеру Сергею Безрукову, чтобы произвести фурор, не пришлось даже петь. Достаточно было сфотографироваться. Алина Шевченко, Белсад. Ну, а прямо сейчас в Белгородской области и в самом Белгороде идут обстрелы. Вот так вот начался первый день после трехдневного голосования для жителей этой приграничной с Украиной области. Вот уже предварительно сообщается о том, что есть раненые. Приграничный город обстреливали все три дня выборов. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области погибли 11 человек. Вот сейчас мне сказали мои коллеги, что могут показать видео из Белгорода, где идут обстрелы. При этом за Владимира Путина в Белгородской области якобы проголосовали более 90% голосов. Напомню, что в первый день трехдневного голосования в пятницу до обеда явка на избирательных выборах в Белгородской области составляла меньше 5%, но уже после 15.00 во время обстрелов весь день с самого утра Белгород и Белгородскую область обстреливали со стороны Украины. Уже явка была более 50%. Каким это образом получилось и вообще как российская центральная избирательная комиссия и российская пропаганда отрабатывала эти выборы. Об этом подробнее мы поговорим с нашим гостем Сергей Ковальченко редактор сайта Вот так журналист и автор телеграм-канала Занимательная конспирология присоединяется прямо сейчас к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте сначала может быть обсудим вот ту самую акцию, которую мы вчера обсуждали весь день. Провели два спецэфира. По ней эта акция полдень против Путина. Везде она прошла по-разному в России за ее пределами. Но опять же, что меня больше всего удивило, это то, как российская пропаганда об этой акции говорила. Впервые, наверное, за долгое время они решили не игнорировать акцию, которую проводит оппозиция, а наоборот пытаться ее что-ли присвоить себе. Все те же очереди, которые показывали независимые российские медиа, зарубежные медиа, показывали и пропагандисты, там, РИА Новости, ТАСС показывали, даже ЗЭТ-каналы показывали те же самые очереди, но говорили, что просто, вот смотрите, как много людей все-таки пришли поддержать выборы, проголосовать за президента России, абсолютно никак не говоря о том, что это какая-то оппозиционная акция, что это протестное голосование. Как вам кажется, удалось ли российской пропаганде все-таки большинству россиян внушить, что это действительно по всей России и по всему миру люди выстраивались в очередь, чтобы просто проголосовать, а не против Путина? Слушайте, ну вот честно, мне вообще наплевать, что там удалось российской пропаганде, было понятно, что это такая реакция по команде, более того, вот к тому, что демонстрировали все государственные СМИ, что это вот просто как бы голосование, такая активная явка, то же самое делали губернаторские телеграм-каналы по всей стране, да, вот все как один мы пришли, но тут ведь вопрос не в том, как бы, что пропаганда сказала, а вопрос в том, что люди сделали и то, что они-то знали, как бы стоя в очереди, как бы за кого и против кого они стоят, а что касается всего остального, то тут как бы результаты есть и есть предварительные результаты экзитполов, которые проводились на заграничных участках, да, это была вообще беспрецедентная явка, вот только недавно, минут 15 назад Центральная избирательная комиссия дала цифру 372, 2000 человек проголосовали в российских диппредставительствах по всему миру, такого не было никогда, то есть это просто колоссальная явка, и если брать результаты экзитполов, то, значит, вот могу сказать, что Владимир Путин побеждает только в Греции, например, больше нигде, то есть в остальных местах у него результат как бы совсем другой, и по России это тоже как бы для того, чтобы набрать вот такой вот туркменский процент, им пришлось эти выборы ну просто сфальсифицировать, тупо банально и пошло, без наблюдателей, могу сказать по Петербургу, да, это, а по поводу пропаганды, ну это все смешно, как бы, они, понятное дело, что они будут говорить, даже если они там полностью провалятся, они будут говорить, что это беспрецедентная победа, да, как бы у нас есть такие прекрасные термины, как там отрицательный рост, вот, хлопок вместо взрыва, ну теперь, значит, у нас полдень против Путина, это оказывается полдень за Путина, ну, а что мы от них ожидали, даже сам Путин упомянул вдруг эту акцию, похвалил ее за то, что вот пропаганды, за то, что оппозиционеры такие молодцы и призывают, наоборот, ходить голосовать, только вот отругал тех, кто портил, наоборот, бюллетени, скажите, вот поведение вообще самого Владимира Путина на этих выборах, он похвалил оппозицию и признал существование вообще какой-то оппозиционной акции против себя, и плюс наконец-то произнес имя Навального, точнее, его фамилию назвал его господин Навальный аж дважды и даже признал, что собирался его поменять. Как вам кажется, зачем он это делал? Ну, как, все очень просто, человек упивался собственным триумфом вчера, да, ему принесли, поднесли итоговые цифры в папочках, я думаю, что уже в 9 часов вечера, поэтому он радостно поехал в свой штаб и просто, ну вот, фактически признался в убийстве Навального. То есть, там цитата такая, что, ну вот, просто, ну, видно было, что человека на кураже понесло. Поэтому, ну а чего, когда ты вступаешь в клуб, великого туркменбаши, елбасы, и даже Александр Григорьевич Лукашенко нервно курит в сторонке, потому что у него результат был в 18-м году, то есть, не в 18-м, пардон, в 20-м году, я специально посмотрел там чуть больше 80 процентов, а Владимир Владимирович вчера стремился к 90, и вот немножко не добрал, как бы, да, то есть, он уже вступил в клуб таких настоящих густапсовых диктаторов. Ну и почему бы не назвать фамилию Навального и фактически публично не признаться в его убийстве? А что? А что? Если я могу себе нарисовать 90 процентов поддержки, то почему я не могу устранить конкурента? Ну, то есть, как бы, мне кажется, тут любые тормозные центры уже давно отвалились, как бы, и что мы ждем? Вот, кстати, насчет этих 90 процентов, все-таки до еще вчерашнего дня как-то все ожидали чуть ниже эту цифру увидеть, то есть, как-то ориентировались вроде на 80, которые раньше были заявлены всеми источниками из Кремля, там, коммерсанта, других изданий, которые говорили о выборах. Но вот уже, когда Путин приближался к отметке в 90 процентов голосов, сразу все вспомнили интервью Пескова, изданию The New York Times, которое он дал в августе 23-го года, где, в принципе, и назвал, во-первых, как бы, эту цифру в 90 процентов и заявил, что именно с таким результатом Владимир Путин победит на предстоящих выборах. И сказал еще одну очень важную вещь, что в России нет никакой демократии, а что это очень дорогостоящая бюрократия. Вот как вам кажется, вот эта вот бюрократия и результат в почти 90 процентов голосов, 87 с небольшим, как дорого обойдется Владимиру Путину и вот всей этой кремлевской машине? Ну, я думаю, что по деньгам-то это история чуть менее затратная, чем война, которая им каждый день обходится. Я думаю, что куда дороже и по людям, и по затратам. Вот. Для них это не особая проблема, я думаю. Вот. Проблема-то в том, что на самом деле ну, тут не надо быть большим аналитиком для того, чтобы просто взять данные по регионам 2018 года и сравнить с данными по вчерашнему голосованию и ты приходишь в недоумение от того, что во-первых результат, ну, вот первый результат они явили 30 процентов, да, и у Путина сразу было 87. Это результат регионов Дальнего Востока, да, там надо пояснить, что Россия большая страна очень и там где-то уже заканчиваются выборы, да, и где-то они только начинаются по часовым поясам. Так вот, Дальний Восток, который всегда голосовал протестно, который всегда голосовал за Жириновского, ЛДПР там имело всегда хорошие позиции, вдруг выдает какой-то абсолютно нереальный результат за Путина, да, там некоторые регионы дают стране угля и говорят, да нет, у нас 92 процента, нет, у нас 90 процентов, у нас, то есть, вот это вот, понимаете, такое ощущение, что каждый губернатор понимал, что ему нужно дать больше, чем у соседей, и они реально давали это, и вот это вот, и вот эти вот цифры, то есть, это вот, смотрите, то, что произошло вчера, абсолютно не соответствует действительности. Я знаю данные по Петербургу, как бы реальные, немножко, и они, ну, то есть, они вообще не соответствуют тому, что нам явили. То есть, это результат фальсифицированных выборов, вот и все. То же самое говорили, в принципе, и о голосовании в Москве, вот вдруг по результатам этих выборов в этом году Москва перестала быть протестным вообще, как бы, регионом, хотя раньше всегда была самым, да, но и вот в то же время. Переродилось, как бы, да, это вот вдруг переродилось, и я могу сказать, что вот если коротко, да, в Петербурге на некоторых участках докидывали столько же, сколько пришло, столько же, сколько пришло, это реальные протоколы, такого не было никогда, это, то есть, это административный привод жесткий, и это докинуто, ну вот, просто абсолютно нереальные цифры, там люди, ну, просто выборы эти проходили без наблюдателей нормальных, да, но некоторые еще остались на участках, и вот те, кто остались, они просто в охренении находятся от того, что творили председатели комиссий, вот и все, то есть, и Владимиру Путину надо понимать, как бы, да, что это результат полностью нарисованный, это никакие не выборы, это просто, как говорил Песков, дорогостоящая административная машина, которая нарисовала ему вот этот результат, в реальности, в реальности результат не такой совсем. Тем не менее, не везде эта машина может сработать, вот появилась новость о том, что Путин проиграл на одном из участков в Новосибирске, и Дованков, кандидат антивоенный, там набрал 42% голосов, Путин набрал 40% голосов, да, вы говорите, что не только, действительно так, есть другие участки, где такое произошло, будем следить за такими новостями, будем надеяться, что хороших новостей все-таки будет больше, Сергей, спасибо большое за то, что вы присоединились к нашему эфиру, нашли время, Сергей Ковальченко, редактор сайта «Вот так», журналист, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология» был в эфире нашей программы. Россия провела голосование и на оккупированных территориях Украины, об этом мы уже рассказывали, при этом доступ к урнам там был открыт не три дня, как в России, а шесть, оно началось еще 12 марта. Голосовать было разрешено по любым документам, в том числе и по украинским паспортам. К тем, кто не хотел идти на избирательный участок, с урнами для голосования приходили домой. Членов избирательных комиссий сопровождали люди с автоматами и в балаклавах. Значительную часть голосующих составляли российские военные, оккупационные чиновники и приехавшие из России строители. Участки на оккупированных территориях закрылись 17 марта в 15 часов. О высокой явке российские власти рапортовали уже вечером 17 марта. Так, они утверждали, что в оккупированной Луганской области явка превысила 80 процентов, а в захваченной части херсонской 77 процентов. О том, насколько можно доверять рапортам россиян, нам рассказал бывший президент Мариупольского телевидения Николай Освеченко. Я не сильно понимаю, насколько им самим не смешно, не стыдно отчитываться о рекордно высокой явке людей на эти выборы. Да, они там что-то рисуют, около 90 процентов явки. Не знаю, очень странно, потому что для того, чтобы рисовать любой процент явки, нужно как минимум иметь списки избирателей. Их нет. То есть, то, что я точно знаю по Мариуполю, их нету точно, их никто не делал. Они используют списки, которые у них были еще наши списки из тех выборов, которые были до полномасштабной войны. Они их взяли еще в 22-м году, когда проводили референдум так называемый. Они их просто перевели гугл-переводчиком, не вычленив оттуда тех людей, которые выехали, не убрав оттуда около 120 тысяч погибших мариупольцев. В Авдеевке, которую россияне захватили в феврале и практически полностью разрушили, тоже устроили голосование. Туда приехали машины с надписью «Избирательные комиссии особого назначения». Проголосовать оставшихся в городе жителей приглашали в подвал одного из зданий. А в станице Луганской россияне в день голосования отмечали масленицу и сожгли чучело Байдена и Зеленского. О непризнании выборов на оккупированных территориях Украины заявили более 50 государств. В их числе все страны Евросоюза, США, Великобритания, Грузия, Япония, Израиль, Аргентина, Чили и Австралия. Но сегодня десятая годовщина оккупации России Крыма. 17 марта 2014 года на украинском полуострове подвели итоги нелегитимного референдума за присоединение к России. За 10 лет оккупации Россия сделала все возможное, чтобы лишить Украину суверенитета над Крымом, подчеркивает правозащитная организация Amnesty International. Специалисты отмечают, что российские власти в течение последнего десятилетия пытались подавить украинскую и крымско-татарскую идентичность с помощью многочисленных ограничений, в том числе в сфере образования, религии, СМИ и при помощи судебной системы. В частности, изменения в учебных программах и почти полное уничтожение обучения на украинском языке направлены на то, чтобы у молодого поколения не было знаний и осведомленности, которые могли бы оспорить российский нарратив, связанный с историей Крыма. По мнению правозащитников, используя опыт Крыма, Россия стремится подавить украинскую идентичность и на других оккупированных территориях. Россия вновь атаковала Украину шахедами. Этой ночью воздушными силами ВСУ удалось сбить 17 из 22 дронов. Взрывы были слышны в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по приграничному населенному пункту в Харьковской области. Повреждено здание пожарной части, выбито окна, двери, разрушена крыша и фасад. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля. Во время удара на дежурстве в депо были 11 спасателей, один из них получил травму руки. Ну и на этом мы подходим к концу. Это были все новости к этому часу. Спасибо большое, что это утро. понедельника вы встретили с нашей программой. Поддержите всю нашу команду, если вам нравится наша работа, сделать это крайне легко. Достаточно поставить лайк под этой трансляцией, оставить комментарий и, конечно же, подписаться на наш канал, если вы все еще этого не сделали. Этот час студии для вас работал Михаил Пранович. Спасибо большое за то, что вы уделили нам внимание. Оставайтесь с Белсатом и берегите себя.